Живу в этом дворе 25 лет. Во дворе, сколько себя помню, с самого детства ничего не было оборудовано. И родилась Диночка, и вот, конечно, хотелось детскую площадку куда-то с ребёнком сходить гулять. Но у нас во дворе вот эти вот качели, довольно-таки в таком плохом состоянии, что вот ребёнка, естественно, только под присмотром. Совсем немного времени ждала Лия и её трёхлетняя дочка, да и все жильцы домов номер 53, 57 и 57А по улице Донбасской, чтобы в их дворе оборудовали место для развития и развлечения местной детворы. Депутат Алексей Рассыльщиков знает об имеющихся проблемах не понаслышке. Реагировать на просьбы бежичам старается незамедлительно. Очень оперативно. У нас даже не прошло, наверное, недели, две или три назад мы обратились к нему, и он сразу, моментально, без замедлений, приехал, посмотрел, пообщался с нами, сказал, да, мы вам поможем в постановке площадки. Слова не остались пустым звуком. Меньше месяца потребовалось депутату Алексею Рассыльщикову, чтобы установить здесь детский игровой комплекс. Карусель, качели, песочница, маленькая горка и скамейка. Пять элементов детской площадки рассчитаны для детей от самого младшего до школьного возраста. Всё безопасно, красиво и функционально. На праздники о душе веселились и взрослые, и дети. К слову, накануне жители домов по улице Донбасской сами организовали субботник, где каждый принял посильное участие. Однако на установке детской площадки Алексей Рассыльщиков останавливаться не намерен. Когда мы устанавливали детскую площадку, то многие просили сделать не для маленьких детей, а что-нибудь придумать для детей, которые уже, скажем, возраст 10-15 лет, или мини-футбол, или баскетбольная площадка. Будем работать. Татьяна Глазова, Александр Егоров. События. Брянск.